28 апреля 1988 года авиалайнер Boeing 737-200 авиакомпании Aloha Airlines выполнял внутренний рейс 243 по маршруту Хило-Гонолулу. На его борту находилось 89 пассажиров. Рейс 243 вылетел из международного аэропорта Хило в 13 часов 25 минут по местному времени и взял курс на Гонолулу. На предполетном осмотре лайнера никаких замечаний не было зафиксировано. Резервным аэропортом посадки, как обычно, был выбран аэропорт Кахулуи на острове Мауи. Полет занимал всего 35 минут, расчетное время прибытия 14.00. Во время отрыва от взлетно-посадочной полосы и подъема на высоту 7300 метров все проходило в штатном режиме. Примерно в 13 часов 48 минут самолет достиг высоты 7300 метров. И в этот момент у лайнера внезапно сорвало 35 квадратных метров обшивки фюзеляжа над первыми шестью рядами салона бизнес-класса, а также вырвало дверь кабины пилота. Пассажиры находились под открытым небом при скорости набегающего потока около 500 километров в час и температуре минус 45 градусов. После обнаружения повреждений командир воздушного судна взял управление на себя и начал экстренное снижение на скорости около 500 километров в час и со снижением до 21 метра в секунду. В 13 часов 54 минуты по достижению рекомендуемой при разгерметизации высоты 3000 метров лайнер снизил скорость до 390 километров в час и начал плавный разворот на взлетно-посадочную полосу аэропорта Кахулуи на острове Мауи. Перед заходом на посадку командир воздушного судна обнаружил ухудшение управления на скоростях ниже 315 километров в час и решил снижаться и садиться на этой скорости, в то время как рекомендуемая скорость составляла 250 километров в час. При заходе на посадку не загорелась лампочка-индикатор выпуска носового шасси, а люк визуального контроля, находившийся под откидным креслом, был недоступен и командир воздушного судна принял решение уходить на второй круг. На самом же деле шасси выпустилось, просто лампочка-индикатор была неисправна. Впоследствии работники аэропорта, посмотрев на самолет через бинокль, убедились, что передняя стойка шасси выпустилась и сообщили об этом авиадиспетчеру аэропорта Кахулуи, а он впоследствии передал это сообщение пилотам. Но на этом неприятности не закончились. В это время произошел отказ левого двигателя и командир воздушного судна вывел лайнер в режим посадки на одном рабочем двигателе. Поскольку часть крыши была вырвана, пилоты опасались, что при посадке лайнер разломится на две части. В 13 часов 58 минут, примерно через 11 минут после срыва фюзеляжа, рейс 243 благополучно приземлился на взлетно-посадочную полосу аэропорта Кахулуи и штатно остановился с помощью тормозов и реверса работающего правого двигателя. На полосе уже ждали экстренные службы аэропорта. Из находившихся на борту самолета 95 человек погиб один член экипажа, старшая стюардесса Клара Беллэнсинг. В момент срыва части фюзеляжа она находилась посредине самолета и потоком воздуха ее выбросило наружу. Тело стюардессы так и не было найдено. 63 пассажира и обе стюардессы получили ранения различной степени тяжести. Расследованием причин аварии рейса 243 занялся Национальный совет по безопасности на транспорте США. Окончательный отчет расследования был опубликован 14 апреля 1989 года. Согласно отчету, причинами аварии стали коррозия металла, плохая эпоксидная связка частей фюзеляжа, а также усталость заклепа. Повреждение металла фюзеляжа из-за множества циклов взлет-посадка. На момент происшествия лайнер 19 лет находился в эксплуатации авиакомпании Aloha Airlines и совершил 89 680 циклов взлет-посадка. Самолет летал только по коротким маршрутам между аэропортами Гавайских островов и налетал 35 496 часов. После происшествия ремонт лайнера был признан экономически нецелесообразным и лайнер был списан и впоследствии разделан на металлолом.